Пишите внимательно, изучайте. Запомните, пост сухой предназначен для духовной практики. Сухой пост — это пост победы над судьбой. Во время сухого поста сжигается карма человека, если он подключает молитву еще. Сухой пост для тех, кто здоров, силен и имеет силу духовную также. Сухой пост предназначен для опытных в духовной жизни людей. Сухой пост — это не лечение, это духовная жизнь. Но сухой пост омолаживает человека при правильном соблюдении. Сухой пост подразумевает, что человек не испытывает голода во время поста. Если человек испытывает голод, и он постится насухо, это означает, он разрушает здоровье. Для того, чтобы не испытывать голод, для этого нужно очень интенсивно думать о Боге. В это время заниматься духовной практикой. Когда человек очень сильно занят духовным служением и соблюдает сухой пост, он испытывает огромное счастье в это время. И этот пост побеждает судьбу, сжигает карму. Если человек испытывает голод, и недоумение, и недовольство, у него карма копится, она выходит наружу, и скапливается в тонком и грубом теле. После такого поста начинаются обострения заболеваний. Я рекомендую сухой пост не всем, только духовно сильным людям. Следующий вид поста – это пост с водой. Все вопросы после окончания беседы о постах. Иначе вы раздербаниваете тему, не даете мне сосредоточиться. Следующий – это пост на воде. Когда вы поститесь на воде, надо пить всегда, когда хочется. Столько, сколько хочется. Не больше. Не надо себя впихивать в воду. Это тоже неправильно. Вообще никогда в жизни не надо себя впихивать в воду. Пейте, когда хочется, сколько хочется. Есть люди, которым вообще не хочется пить. Или мало хочется пить. Надо просто периодически пить, но не надо пить больше, чем хочет, чем входит внутрь. Понятно? Есть люди, которым сильно хочется пить постоянно, потому что они жаркие, горячие. Таким людям надо пить, но понемножку. Не надо перепиваться. Признак того, что вы перепиваетесь, если вы больше одного раза ночью встаете в туалет. Один раз – это норма. Если больше двух, больше одного, значит вы расходуете свой организм. Он изнашивается в этом случае. Пост на воде предназначен для очищения организма. Пост на воде улучшает обмен веществ, влияет на шлаки в организме и очищает тонкие каналы. Вот это как раз тот пост, который омолаживает. Пост на воде омолаживает. Сухой пост тоже омолаживает, но это труднодоступный пост для многих людей. А пост на воде отчаят омолаживает. Как поститься на воде? Надо вечером разгрузить себя по максимуму. Нужно дальше весь день поститься и на следующий день с утра только начать кушать. Ночью тоже можно пить воду. Если вам жарко, значит нужно пить воду ночью в ночное время. Выходить из поста лучше очень легкими продуктами, которые у вас лучше всего перевариваются. На вскидку это продукты в благости. Чаще всего это продукты в благости. То есть это бананы, это авокадо, это кокос, это яблоки, это шпинат, лист салата. Это легкие благостные продукты. Финики. Самые легкие продукты я вам перечисляю на земле, которые только есть. Сейчас вы их изучаете. Кто еще что добавит? Какие легкие продукты еще есть? А? Кунжут. Ну вы же не наедитесь кунжутом. Вы можете добавить как бы его. Кунжут легкий, но им не наешься. Им выходить из поста бессмысленно. Дальше. Гречка. Уже тяжелее. А молоко? Молоко нелегкий продукт. Это благостный, но трудно перевариваемый. Все молочные продукты нелегкие. Огурцы. Можно огурцами выходить из поста. Это легкий продукт. А? Мед легкий продукт. Можно пить мед прямо выходя из поста. Курага. Можно выходить из поста. Тушеная капуста нелегкий продукт. Вода с медом теплая только, горячая. Если вы пьете холодную воду с медом, это несовместимая смесь. Будет остановка пищеварения. Да? И мед лучше всего в прикуску есть. Запивать, да. То есть, я когда же там вот, как бы, читал, что нужно наполнить воду, там, соль и лимонный сок. Значит, насчет соль и лимонный сок. Знаете, что многим людям не подходит соль. Есть разные виды соли. Есть черная соль. Есть морская соль. Есть обычная пищевая соль. Они все разные, по-разному действуют. Надо выбрать свою соль. А лимон тоже не всем подходит. Мне вот, например, лимон не подходит. Если я лимон, буду с лимона выходить из поста, то у меня что-нибудь замкнет. Есть разные кислые продукты. Есть тамарин, допустим. Если воду выпиваете, хотите кислый вкус. Есть тамарин, дает кислый вкус. Есть кефир. Есть лимон. Есть чернослив. Лимон, слива, какие-то ягоды кислые. У всех по-разному, понимаете? Не надо лимон возводить в ранг общего использования. Это продукт, который не всем подходит. Наш опыт показывает, что кому-то подходит, кому-то нет. И не обязательно кислый с соленым вкусом выходить из поста. Не обязательно. Можно сладким выходить. Сладкий вкус самый естественный и гармоничный. Он мягче всего действует на организм. Кислый вкус означает очищение, продолжать очищение. То есть вы выходите из поста для того, чтобы очищать организм. Есть три вкуса, влияющие на кишечник. И в кишечнике бывают только три вкуса. Первый вкус сладкий, который успокаивает кишечник, снимает воспаление. Второй вкус кислый, который тонизирует кишечник, стимулирует выход токсинов из организма. И третий вкус острый, который кишечник активизирует всасыванию и дает воспалительные процессы в нем также. Кислый вкус нужен, если вы хотите вывести шлаки из организма после поста. А если у вас все нормально, можете сладким вкусом начать. Можно с лимоном, с сахаром сделать теплую воду. Нет никаких ограничений в этом. Нормально, да? Молоко не легкий продукт, запомните это. Только это тяжелый продукт. Нельзя выходить из поста. Если на посту поесть, есть, это нормально. А просто вот тяжело морально, вообще тяжело было вот морально. Если вам поститься тяжело морально, значит вы не должны поститься. Вы должны выбрать тот пост, который вам не тяжело морально. Это, кстати, пока все, успокоились, вопросы закончились. Вы когда начинаете вопрос задавать, у вас психика. Какое-то заравновесие. Вам кажется, что надо все это больше узнать? Все нормально, я вам основное все даю. Дальше экспериментируйте. Неправильно выйти из поста, что-нибудь замкнет. Потом выйти правильно, разомкнет. Экспериментируйте. Вот. Двигаемся дальше. Следующий пост. Так, вымывание шлаков из организма, солей. Это пост на воде. Омолаживание организма. Самый простой, самый легкий пост, не требующий слишком большого образования, это пост на воде. Теперь, к посту на воде мы присовокупим информацию о днях поста. В воскресенье постится тот человек, который в социуме не устроен, у него не хватает ответственности в жизни. Он плохой муж или женщина, которая не переносит мужиков. Можно поститься в воскресенье. В воскресенье – это день ответственности, день внутренней силы, день обетов, день победы над своим характером. Пост в воскресенье предназначен для победы над характером и увеличения статуса в жизни. Пост в воскресенье лечит костную систему, кровь, глаза, давление. Следующий пост в понедельник – это связан с Солнцем, плене Солнца, планета Солнца, пост в воскресенье. Следующий пост в понедельник – луна. Связан с нарушением сна, напряжением ума, нарушением памяти, нарушением гормональных функций, успокоением, улучшением характера. Пост в понедельник предназначен для лечения головных болей, психических заболеваний, депрессии. Пост в воскресенье связан с планетой Марс, лечит органы пищеварения, желудок, кишечник, печень, поджелудочную железу. Связан с укреплением воли, увеличением жизненной энергии человека, силы к победе, преодолении трудностей в жизни непреодолимых. Связан также с лечением мышечной системы, лечением половой системы у мужчин, бесплодие лечения у мужчин по пост во вторник, избавлением от гнева и насилия над другими людьми. Или насилие в ваш адрес. Пост во вторник. Пост в среду, связан с Меркурием, предназначен для улучшения речи, гармонии с окружающим миром, улучшения гормональных функций, дисфункции внутренних органов, такие как аритмия, дисфункции желчноводящих протоков, для лечения гормональных органов, таких как щитовидная железа, поджелудочная железа, надпочечники. Пост в среду предназначен для улучшения мышления, логики. Для того, чтобы снять с себя напряжение от таких видов деятельности, как бизнес, бухгалтерия, менеджмент, взаимоотношения улучшить. Пост в четверг, связан с планетой Юпитер, предназначен для стабилизации духовной жизни, укрепления веры, улучшения иммунитета, лечения психических заболеваний, выхода из депрессии, увеличения оптимизма в жизни. Для того, чтобы лечить печень, для того, чтобы лечить иммунитет, жировую ткань, для того, чтобы укрепить свою волю, ну, как бы духовную, не волю, а веру, решимость на духовном пути, улучшение отношений с духовным учителем, наставниками, для удачи в жизни. Пост в пятницу, связан с Венерой, предназначен для укрепления здоровья общего, увеличения счастья в жизни, для лечения кожи, для лечения почек, для лечения бесплодия у женщин, для лечения лишнего веса, также пятница, для улучшения, увеличения доброты, нежности в характере. Правильно, для лечения щитовидной железы, также пост в пятницу, для улучшения женственности у женщин, и спокойствия у мужчин, пост в субботу, связан с Сатурном, пост в пятницу с Венерой, да, я сказал? Пост в субботу с Сатурном связан, предназначен для преодоления непреодолимых трудностей, избавления от тюрьмы, сумы и всего, что связано с тяжелой жизнью, голода, нищеты, неизлечимых заболеваний, лечения в субботу, лечения нервной системы, психических заболеваний, лечения позвоночника, суставов, кишечника, лечения любых трудностей жизни, выработки терпения, терпения, есть еще посты на религиозные праздники, не предназначены для укрепления веры и связи с Богом, победы над судьбой, есть посты в одиннадцатый день восходящей луны и одиннадцатый день нисходящей луны, а всего четырнадцать таких дней, это почти на исходе, да? Или когда луна маленьким месяцем, когда она кончается, или когда луна маленьким месяцем, когда она начинается, наступает одиннадцатый день, эка означает один, даши означает десять, 11, Экадаши, 11 день. Этот пост, в 11 день луны происходит уникальное явление в пространстве. Все грехи выходят наружу. Еще этот день называется днем Хари. Хари это имя Господа, которое означает связь с Богом, веру. Это день веры или день связи с Богом. В этот день все грехи выходят наружу и они входят в ум, а также в продукты, связанные с умственной деятельностью. И больше всего с умственной деятельностью связаны зерновые продукты, бобовые продукты. И поэтому в эти продукты входят грехи в этот день. Эти продукты в этот день лучше не есть, потому что грехи будут съедаться вместе с этими продуктами. Поэтому в Экадаши люди постятся или насухо, или любой вид поста выбирают, но никогда не едят зерновую, а тем более мясную пищу, которая даже не упоминается в перечне того, от чего надо поститься, потому что в Ведах, у нормальных людей это не считается пищей, мясо. Это просто уступка для наслаждения чувств нашей жизни. Не дают ни здоровья, ни счастья. Уже ученые современные это тоже поняли, что мясо нездоровая пища, она не приносит здоровье человеку. И все ученые говорят, современные диетологи, надо меньше мяса есть. Все диетологи как один говорят. Но тупые терапевты, которые сидят в поликлиниках и говорят то, что являются 50-летней давностью, как бы когда они учились в медицинской студии, они говорят, надо больше мяса есть до сих пор. И мучают народ тем самым. Наносят вред. Я не имел в виду, что все терапевты тупые, значит я тоже тупой, потому что я тоже терапевт. Себя тупым считать сложно. Но есть люди, которые не изучают современные исследования. Все современные диетологи мира так считают. Я когда писал диссертацию, это серьезно изучал. Даже есть исследования, которые показывают, что молоко на ночь это очень полезно. Вечером. За час, где-то за два до сна лучше всего пить. Но если пищеварение сильное, можно и сразу перед сном пить. Я сразу пью, у меня все отлично переварится, хороший ствол. У меня сильное пищеварение. Но у некоторых не переварится сразу перед сном. В молоке существует такой гормон. Называется мелатонин. Он успокаивает психику, он улучшает мышление, избавляет от стресса, гармонизирует функции организма. И поэтому молоко полезно, ученые считают. Я думаю, что это гораздо глубже. Итак, движемся вперед по поводу постов. Пост в Икадыше предназначен для очищения сознания, преодоления трудностей, для духовной практики и укрепления веры. Это день Господа. Одиннадцатый день восходящей и нисходящей луны – это день Господа в ведической культуре. Но это не отрицает того факта, что днем Господа является любой духовный праздник серьезный, в который вы верите. Пусть у вас есть связь с Серафимом Саровским. День рождения Серафима Саровского – это ваш пост. Ваш пост. Это ваш день для поста. Пост – это самое лучшее подношение святому человеку. Когда ты постишься в его день рождения, ты таким образом самое большое подношение ему делаешь, в виде аскезы, которую ты совершаешь. Если, допустим, Иисус воскрес, это ваш пост. Это ваш день, если вы верите в Иисуса Христа. Когда родился пророк Магомед – это ваш пост, если вы верите в пророка Магомеда. Итак, движемся вперед. Следующий пост. Пост на кислых ягодах. Пост на кислых ягодах предназначен для очищения организма от шлаков и вывода проблем, связанных с нарушением углеводного обмена в организме. Это лишний вес. Это различные нарушения обмена веществ. Мы лечим нарушение обмена веществ, очищаем от шлаков организм. Постимся на ягодах летом, потому что ягоды охлаждают сильно организм, и пост на ягодах зимой может привести к болезням, к переохлаждению. Постимся на ягодах летом, загораем во время поста на ягодах и купаемся в море. То есть пост на ягодах предназначен для отдыха, купания, загорания и лечения одновременно. А малина? Убиваем сразу двух вегетарианских зайцев. Малина тоже кислая ягода, но она немножко другие цели имеет. Я сейчас об этом скажу. Пост на сладких ягодах, таких как малина, крыжовник, больше имеет сладкий вкус. А какие у нас еще сладкие ягоды есть? Клубника, черешня, может кислая больше, а не сладкая. Черника, черная смородина. Дальше арбуз это не ягода, это арбуз. Это ягода, но у нас это не ягода, это арбуз. Как жена это не женщина, это жена. Понятно? Слива, да. Чернослив сладкая ягода, слива кислая. Дальше сладкая ягода это инжир, финики, абрикосы, персики. А, это уже, стой, 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 это уже фрукты пошли. Не, 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 не. Это отменяем, последнее отменяем. Все, что я сказал, это вычеркните. Инжир это фрукт, да. Чернослив, фрукт, да. Ягоды это то, что растет не на деревьях. Запомнили, да? То, что не на деревьях, это ягоды, все остальное фрукты. Ну, вишни исключения. Клубника на деревьях растет. Есть такое клубничное дерево в этом, в Сочи. В Сочи есть клубничное дерево. Правда, не знаю, что там за клубника вырастает, но я знаю, что есть клубничное дерево в Сочи. Финики это фрукты, да. Это фрукты. Все, что на дереве, это фрукты. Ну, ладно, все. Движемся вперед. Пост на сладких ягодах предназначен для победы над депрессией, улучшения характера, улучшения гормональных функций. Он предназначен для выхода из тяжелых каких-то психических ситуаций в жизни. Пост на сладких ягодах предназначен для улучшения привлекательности у женщин и оптимизма у мужчин. Если пост на кислых ягодах выводит энергию вниз, увеличивается диурез, увеличивается кака, потоотделение, энергия вниз идет, то пост на сладких ягодах поднимает энергию вверх. Увеличивается духовная сила, увеличивается оптимизм, увеличивается, улучшается характер, человек активнее становится, жизнерадостнее, у женщин в щечки красота идет, в щечки красота идет, наливается красотой все, силой, оптимизмом, верой, радостью. Если у женщин красота в щечках, у мужчин в радости красота. Если мужчин нерадостный, он некрасивый. Женщины щетки красивые должны и губки быть, а у мужчин... И улыбка, без сомнения, вдруг коснется наших глаз, хорошее настроение. Это мужская энергия, хорошее настроение. В каком количестве? В каком количестве? Очень просто. Сколько хочешь. И вода тоже, сколько хочешь. Пост на ягодах не означает, что и без воды. Вода тоже есть. Но больше ничего в это время не надо есть. Если вы не хотите, чтобы у вас в кишечнике произошла революция с громом, и можете даже взлететь потом, турбодвигатель может включиться, и взлететь можете даже. Страшная вещь. Только один вид ягоды. Не надо два ягода вида сочетать. Только один вид ягод. Можно делать морс из ягод, да. То есть их толочь. Или там есть специальные сейчас машины, которые со шкуркой перемалывают. И прямо пить вот этот вот морс там. Можно их просто есть. Когда вы просто едите, больше силы получать. Когда вы пьете сок, то можно больше ягод съесть. Но они больше как бы не на психику действуют, а на обмен веществ. Слушайте меня. А не болтайте. Облепиха сладкая ягода. Энергия вверх идет. Облепиха можно. Как часто можно хоть постоянно сидеть, и ягоды есть во время поста. Сидеть и есть вот так, и есть. Идти и есть, жевать их постоянно. Часто очень можно. Непрерывно прям. Скоро поста. Один день. Все посты один день. С утра начинаем, вечером заканчиваем. А если два раза в неделю можно? Посты два раза в неделю можно, пока не надоест. Но лучше не на воде, а просто какие-то разгрузочные посты. А соблюдать определенные дни или менять дни? Можно менять дни. Можно соблюдать определенные. Это не как с женой, понимаете? С постами все проще. Вам вчера понравился спектакль? Вы знаете, что это новый жанр спектакля? Это мой заказ. Мы его будем дорабатывать. И я буду во время лекции, уже спланированно с Москве, я буду читать два с половиной часа лекцию. И потом после лекции завершение вот такое будет. Почему новый? Потому что больше никто не делает такой жанр в мире. Это не спектакль. Вы заметили, что это не спектакль? Это лекция в виде театра. Это другой вид совсем деятельности. Итак, движемся вперед. Пост на фруктах предназначен для укрепления психики. То есть, это как сладкие ягоды. Но если ягоды всегда влияют на обмен веществ, то фрукты уже больше влияют не на организм, а на психику. Фрукты поднимают сильно уже энергию вверх, потому что все, что связано с деревом, имеет большую силу. Фрукты сильно поднимают энергию вверх, и они сильно увеличивают жизнерадостность, работоспособность, способность побеждать трудности, увеличивают активность психики, победу над депрессией. То есть, это уже уход в психику. Если ягоды лечат тело, то фрукты лечат психику больше всего. Они тоже лечат тело, но в основном психику. Если вы хотите побеждать трудности в жизни, чтобы больше было радости в жизни, надо пост на фруктах делать. Опять же, фрукт один выбираете, какой, какой нравится. Избирайте. Нравится означает связь с умом. Нравится слово означает связь с умом, не с телом. Бывает, что человеку что-то нравится, но тело от этого страдает. Это значит, что человеку этот продукт нужен для ума. Но если говорить о фруктах, это самые благостные продукты на земле. Поэтому здесь нравится, и здоровье неразличны. Если вы на этом продукте, поститесь. Пост на фруктах предназначен для улучшения характера. Если вам хочется работать над характером, поститесь на фруктах. Пост на каком-то одном овоще. Овощи делятся на три категории. Первое, это овощи, которые растут над землей. Пост на овощах, которые растут над землей, типа кабачки, тыква, патиссоны, капуста, предназначен для лечения нервной системы. Охлаждение организма, когда человек горячий сильно, он охлаждается с помощью овощей, которые растут над землей. для лечения белкового обмена, для лечения невритов, любых заболеваний, связанных с нервной системой, для лечения успокоения психики. Когда человек перевозбужден, он успокаивается с помощью поста на овощах, которые растут над землей. Для улучшения пищеварения в целом, то есть овощи, которые растут над землей, улучшают в целом пищеварение. Они очищают органы пищеварения от токсинов и восстанавливают пищеварительную систему всю. Пост на овощах, которые растут над землей, предназначен для восстановления жизненных сил, особенно после поездки тяжелой в южные края, когда человек чувствует слабость после приезда. Можно сделать пост на овощах, которые растут над землей. А? Что? Огурцы. И вот это огурцы, именно да. Именно огурцы, да. Вот насчет помидор. Запомните, посленовые все, это не продукты для поста. Это продукты для чувственных наслаждений, и они не сильно много здоровья дают. Что относится к посленовым? Помидоры, картошка, баклажаны, перец болгарский. Вот эти четыре вида продуктов, они не такие, не такие, как бы, они активизируют чувство человека и улучшают настроение. Они хорошо в пищу для настроения предназначены, но они не лечат человека. Это не лечебные продукты, понимаете? Не надо на них поститься, тем более. Они идут в чувство, в чувственную деятельность. Вот актерам хорошо есть помидоры, баклажаны, чтобы чувства спокойные были, перец, чтобы чувства зажигательные были. Для активности чувств, чтобы цеплять сознание ваше, нужны эти продукты. Также их хорошо добавлять на фестивалях, чтобы чувства были активнее у людей. Картошечки подкармливаем. Хорошо, потому что люди хорошие вокруг. Смотрите, сколько хороших людей. Какая картошечка? Ну что вы, в самом деле? Картошечка тоже хорошо. У нас все продумано. Все. Даже когда вы приходите к нам, чтобы нас отругать, у нас это тоже продумано. Мы знаем, как вам ответить правильно. Мы изучаем это все очень серьезно. Ведическая культура, она очень глубокая. Иногда мы отвечаем так, чтобы вы задумались, иногда, чтобы вы были счастливы. Разные вещи. Мы говорим о постах на сырых продуктах сейчас. Потому что, когда вареные едите, это уже не пост. Это просто питание. Можно поститься, допустим, на наших обедах точно так же. Тогда... Движемся вперед. Пост на овощах, которые растут под землей. Это свекла, морковка, свекла, редька. Но вот с редькой, редиской, будьте осторожны. Это вообще очень опасно. Лучше давайте ограничимся. Свекла. Репа тоже опасна. Свекла, морковь. Что у нас еще под землей такое, безобидное? Картошки. На картошке не постимся. На пленамбре не постимся. А? Пастернак. Пастернак. Нет, все. Только... Сельдерей. Сельдерей. Нет. Нет. Тапунамбр нет. Только морковь и свекла. Все. Больше никаких корней. Корни это опасная штука. Если вы будете один пастернак лопать, то к концу дня у вас могут быть проблемы. Все. Только два продукта. Это свекла, морковь. Вот эти вот корни предназначены для активизации гормональных функций и победы над бесплодием. Такие посты предназначены для того, чтобы лечить бесплодие. Когда человек есть корни, у него энергия идет вниз и зажигается огонь нижних центров психических. Посты на этих продуктах предназначены для лечения почек, лечения мочеполовой системы, для лечения кишечника. Энергия идет вниз и как бы там завязывается огонек. Ну, то есть начинается лечение. Лечебная сила увеличивается. Можно смешивать. Во время поста разрешаю свеклу с морковью вместе. Определить пропорции, которые вам приятны. И можно пить соки овощные. Не обязательно только есть клетчатку. Если вы идите к клетчатку, больше лечится кишечник, соки, больше идет в психику и в кровь лечение. Только в сыром виде. Днем и ночью, круглый год. Да? Нет. Постоять нормально. Чем больше стоит, тем слабее. Если человек сильный, организм может сразу пить. Если слабый, чуть постоял, ослабел, попил. Чем сразу, тем больше праны. Не солить, не сахарить. Лучше с сахаром можно чуть-чуть добавлять. Но только чуть-чуть. Если вы слишком много добавок делаете, это уже не пост. Вы потеряете эффект поста. Потому что чистый продукт дает больше эффекта. Чем больше добавок, тем хуже эффект. А водой разбавляет? Можно водой разбавлять. Все, движемся вперед. Поняли пост на овощах для чего? Он же убирает жир из организма. Овощи, которые растут под землей, влияют на обмен веществ, лечат жировую ткань, худеем на них тоже так же. Эти посты дают возможность похудеть. А? То есть очищение от жира. То есть также лечение суставов. Лишний вес суставов, жир. Все это пост на... Кстати, суставы и позвоночник также лечатся на овощах, которые растут над землей. Но по-другому. То есть это противовоспалительное лечение. Овощи над землей. А овощи под землей, когда соли накапливаются в суставах, жир во всем теле, тогда мы на корнеплодах постимся. Которые находятся в благости, действуют мягко на организм. Но в целом все корнеплоды довольно жесткие по действию. Поэтому будьте осторожны в время этого поста. Может быть перегрузки какие-то. Если вас перегружают, больше разбавляйте водой. И отстаиваться давайте больше стоять. То, что будете использовать. Лучше соки мягче действуют, чем свежие морковь, свекла. Просто если кровь свеклы, допустим, резать свеклу зубами, то эффект тяжелее, то есть переносится. Следующий вид поста. Пост на зеленке. Зеленка, да, зеленка это шпинат, лист салата. Но есть зеленка, которая трудно переносима, а есть легко. Самые мягкие, безобидные виды зелени, на которых можно паститься, это лист салата, китайская капуста, шпинат. А петрушка, укроп и все остальные вот эти вот сельдерей там, это все более сложно переносимое. Смешивать, пробуйте, да, можно смешивать зелень в любимых для вас пропорциях. Кстати, пост на овощах, которые над землей, огурцы я еще не добавил. Огурцы это особый продукт, он сильно охлаждает организм и лечит аллергию. Пост на огурцах лечит аллергические заболевания и излишний огонь в организме. Это такой особый продукт огурцы, важный для нашей жизни. У кого много огня и у кого аллергия там и так далее. А? Ну вот все остальные виды травы, можете добавлять их в пост, но не надо только на них, на одних, они перегрузят вас. Тяжело будет. Пост на зелени предназначен для улучшения обмена веществ в целом. Лечение ритма организма, восстановление ритма кишечника, сердца, поджелудочной железы, желчного пузыря и так далее. Все, что имеет ритм полуоргана, лечатся все с помощью зелени. Зелень лечит мышление, она лечит, улучшает память, улучшает речь. В целом восстанавливает обмен веществ, улучшает пищеварение, избавляет от шлаков организм. И на клеточном уровне также лечат клетки, зелень сильно влияет на клеточный обмен. Дальше, следующий вид поста, это пост на арбузах и дынях. Предназначен для лечения водного обмена, лечения нервной системы, лечения почек. Они обладают очищением организма, вымывают соли из организма этот пост. И охлаждает организм. Паститься на дыне и арбузе так же хорошо под солнцем, на море.